Аминь. Таня, ты бы тапочки одела, чем ноги поднимать. Нет, я не могу. Я ничего не могу. Может, кому-нибудь холодно? Нет. Нет, вот твои руки поднимаете. Замерзнем тогда. Я спрошу, верующие во Христа все здесь? Ну, конечно. Я, да. Я пропославная. Самая натуральная. Не говорить то, что известно. Может, легче, какие-то вопросы для вас полезнее было бы? Ответ получить? Да не надо, я... Говорить. Много знаю. Может, не все, но то, что мне надо, я знаю. То, что не знаю, могу почитать. Я, слава Богу, грамотная, так что... Ну, какие-то вопросы, может быть, православному проповеднику? Мы-то у вас редко бываем. Ого, какой... Второй раз только заехали. Я рассказываю хоть что. Будем слушать. Все интересно, так что это же такое дело, может быть. Библию читаю, все узнаешь. Когда интересно, тогда можно слушать без конца. Так вот не все узнаешь. Абон. 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 Первые христиане собирались по домам. В храмах не было. Ага. Так и написано. Ежедневно собирались по домам. Слово Божие распространялось через благовестников. Они, если вы когда собирались, то делились впечатлениями, как успешно Господь их благословлял. И Павел однажды продолжил слово. Уже и полночь. И он уже задремал, и закрямлял его. Приголяли за это, следили за это. Встретил это там полночь. Как он падал там? Я не знаю, видно там будет? Маленько. Экран, наверное, маленько попрямее сделать. Вот так. Чтобы Игнать Тихоньше было видно. Угонение церковь. Церковь чище. А погонение? Игнать Тихоньше видно вам? Да. Вот так вот, да? Это было, это уже было давно. Ну как давно? 60-е годы. И когда собирались, оповещали друг другу. На каких телефонов не было? Это жена. Вас Жена зовут? Алло. Алло. Как-то узнавали, друг другу передавали. И главная новость была о том, что обещанный Мессия для израильского народа, он пришел для всего мира. Это было такой новинкой, которую язычники с радостью встретили. Потому как они были пренебрегаемы евреями. Евреи говорили, Бог наш еврейский Израилев, так называется. А язычники это где-то там, дальше. Хотя язычники тоже обращались и принимали обрезание. Но они считались ниже второго сорта. Бог Израиля, он так и называется. И вдруг Бог для язычников. Вот это самое неприемлемое было евреями. Как? Язычники в Царство Небесное пойдут? Они не могли никак согласиться с этим. Видите, у нас навык иногда мешает, под ногами путается. А я привык так. Вот привыкли пальцы слагать, так молиться. А если так, то не пойдет. А другой молится, пальцы совсем никак не слагает. Просто сложил руки и молится. Тоже не пойдет. А это вопрос не первостепенный. Молятся не пальцами, а сердцем. Но мы, находясь где-то, мы так привыкли, меня так приучили. Я так молюсь, нахожу этому объяснение. И апостолы делились опытом. Опыт в то время был никакой, опыт нулевой. Апостол Павел знал опыт гонений. Это тоже был не апостол. Это был обыкновенный фарисей от фарисеев. Сидел за чистотой народа, за чистотой церкви. Это Савл был. Савл, да, это Савл был. И какое-то учение о том, что пришел Мессия, когда его не признали учителя. Как так? Синод не признал, а вы признали какие-то рыбаки. Это нам со стороны двух тысяч лет легко так рассуждать. Тогда было все намного сложнее. И вот войти надо нам в ту обстановку и, применяя к себе, сказать, что является главным. Вот в этой беседе я хотел подшифровать научиться выделять главное. Приписывает Тортуляну такое изречение. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. И вот надо выделить самое главное. А что главное? В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел говорит, я положил основание. Иного никто не может положить, как вера в Иисуса Христа, распятого за нас. Это главное, на чем базируется все христианство. Сегодня, если спросить, что главное? Ну, храм построить, чтобы батюшка был. Ну и все, стоять за этим все идет. Там колокольню построить, у другого еще что-то. Тогда ничего этого не было. Ни Библии ее не было. Она спустя где-то 400 лет почти целиком появится только. Столетия ее не было. А по отдельным письмам. Это мы считаем послание Павла. А в немецком языке написано бриф. Просто обыкновенный письмо получили. И они его читали. Считали и судили. Правильно он говорит. Поэтому говорили. В посланиях Павел силен. А в личном присутствии речь его незначительная. Оппоненты были всегда. Другие видят, что успех Павла превышает всех. Они стали писать послание. Подписывается апостол Павел. Он говорит. Не смущайтесь от послания. Как бы нами посланного. Потому что в этих посланиях они пытались отвечать на вопросы. На которые сами не знали ответа. Людей что интересует? Последний этап. Вот я был в тесных обстоятельствах когда. Меня начальник тюрьмы вызывал и спрашивал. А что написано про Михаила Мещенова? Да нет такого слова Мещенова. В другом месте люди спрашивают. Когда будет война с Китаем? Что будет, то непременно она будет. Так думаю. А вопрос должен быть один. Как мне спастись? Когда землетрясение случилось в Филиппах. То стражник при папке апостола. Он говорит. Что мне делать, мужи, братья? И во 2 главе 38 стихе Деяния Апостолов написано. Мужи израильские, услышав проповедь о Христе, спросили, что нам делать? И Петр сказал, нужно три дела сделать. Первое. Покайтесь. И второе. И докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И третье. И получите дар Святого Духа. День Святой Пятидесятницы коснется вашего сердца. И вы будете моими сосудами. Будете мне свидетелями. Это вот 1 апостольская церковь. Она на всем этом базировалась. Было много проповедников. Ездили. Говорили. И проверять нечем было. Проверяли только на молитве. Сегодня надо одобрительные письма. Павел говорит, нам не нужны одобрительные письма. Вы сами письмо, читаемое всеми. Зачем он это говорил, когда у каждого был бы документ? Ничего не было. Вообще ничего не было. Когда Павла спрашивали, а где твоя печать? Он говорит, печать моего апостольства. Вы в Господе? Вы обратились? Вот и печать. А что там Патриархия, Пасатель, Папа Римский? Это не на первом месте. Главное, чтобы человек познал Христа, обратился. И вот эти проповедники, которые приходили, они были разные. А как их проверить? От Бога он или не от Бога? Вот сейчас далеко проверить. Я открываю Библию, смотрю каноны церковные. Что Иван Караштадский сказал. Если почем проверять? Тогда ничего этого не было. И тогда было написано учение 12 апостолов в Дедахе. Если проповедник пришел к вам, и он у вас находится день-другой, это Божий проповедник. А если три дня, то это уже не Божий. То есть он не идет дальше, они побуждали их работать. Если вы его накормите, и он на дорогу просит хлеба, это Божий проповедник. А если просит денег, не Божий, гоните его шею. Определитель какой-то. Довольно простой и понятный любому. И эти проповедники уже знали, не наживешься на этом. Потому что определитель на деньгах не говорит, а где она возьмет. Это сегодня социальное обеспечение, пенсии. Тогда не было этого. Как хочешь, так и помирай. Пенсии никому не давали, ни одному человеку в государстве. А вот сколько заработал, что у тебя есть на тебе, то это твое. И вот входя в обстановку первоапостольской церкви, мы должны всегда мысленно, соприкасаясь с ней и молиться, Господи, позволь нам приблизиться к той обстановке. Похожи ли мы на тех христиан или только карикатура. Вот у нас община, и у нас правило такое необычное. К себе никого не звать. Да как не звать? Баптисты зовут, присядники зовут, католики зовут. У нас нельзя звать. Да как вас тогда и не будет? Ну вот так. А который узнает и крепко будет проситься, мы тогда сходим к нему проверим, тот ли он как, и дальше начинаем с ним заниматься. Там университете, где еще. Не звать к себе. Людей интересует. А почему? Потому что человек ищет Христа. А в нас он может увидеть карикатуру. Мы критически к себе подходим, и потом меньше всего позора. Мы тебе ничего не обещали. Ты сам смотри, выбирай. Гляди. Да у нас пьют. У нас не пьют, не курят, не матерятся. Члены нашей общины ничего этого не знают. Мы с ними работаем. У нас этого нету. И нет такого, чтобы там хватать, обмануть. У нас вообще даже не именуется это. Никак. Несмотря на это, во свете Библии мы себя видим другими. Не такие, какие мы есть. Потому что сравниваем мы даже себя с Христом. У нас один определитель. Подражайте мне, Павел говорит, как я Христу. Павел подражал. Но Христа-то нет, а Павел рядом. Подражайте мне, как я Христу. И далее. И подражайте тем, в ком видите образ Христов. Это не требует никакого толкования. И поэтому священник, который призывает людей к спасению, он должен являть собой пример. А как пример показывать-то? Ну, здесь-то я не знаю вашу обстановку-то. А в России-то я хорошо знаю. Если он на таком БМВ приезжает и проще у него там, и показывает это официально. Десятикомнатная квартира там на два этажа. То как простой человек поверит, что Христос бедно жил? Мы призываем людей к Христу. И когда вот люди пришли к нам, мы спросили. Проповедь говорит, вы сами скажете и услышите. А может есть вопросы, на которые душа ищет ответа, и она не может найти ответа? А вы можете ответить. Я знаю толкование святых отцов, и поэтому говорю, а ты не согласен. Это меня уже не касается. Я отвечу, как понимала церковь с первого века. Вот наше преимущество православных перед другими, которые этого не имеют. А что это необходимо? Это вопрос с повестки снят. Ко мне приходят 50-ники. Это не православные. Они на других языках говорят. Канонов нет. Но они задают вопрос по канонам. Вот наш проповедник впал в грех чужой женщины. Что с ним делать? Отлучить. Что делать? Отлучить. Вопрос говорит, а насколько? Он говорит, плачет, кается. И он хороший проповедник. Насколько? Это не просто плачет. Он по эфиру плачет, в Америке показывает. На всю Америку плачет. Его все уже там пишут на суде. Да простите вы его. Мы любили его проповеди слушать. Но он не удержался. Грех искусил. Я им говорю, у нас есть правило вот такое-то. Настолько-то лет отлучаются от церкви. Они делают по-своему. Проходит время, он снова впадает в грех. Они ко мне опять приходят и спрашивают, а что теперь нам с ним делать? Правил-то нету. Если на дороге ни одного знака нет, мы можем на любой поворот ауганс ехать и уехать неизвестно куда. Нам нужны четкие правила. И они высказаны не все в Священном Писании. Определенно. А тот, который есть достаточно, достаточно пока мы на первых шагах. А потом Дух Святой открывает новое большее. И вот апостолы, когда собирались, то желали послушать, как много Бог сотворил дел через апостола Павла. Евреев интересовал вопрос, как он относится к иудаизму, к обрезанию. Это был главный вопрос. Стоит ли ветхозаветнее все приносить иного заветнее? Об этом говорит 15 глава Деяния апостолов. И апостол Павел говорит, если вы обрезываетесь, то вас отпали от благодати, остались без Христа. Верующему во Христа это уже не нужно. Обрезание указывало на крещение. Это образ был. Все ветхозаветнее было тенью будущих благ. Тень. То есть там ягненок был. А вот агнец Божий берет на себя грех мира. Это на Христа указывал ягненок. Кровь ягненка, которого клали на жертвенник, указывала на кровь ягненка, которая текла на крест Христов. Это жертвенник, на который положили его. Все ветхозаветнее приближало понятие, иначе вообще не было понятия, о Христе. Но учителя учили так, что когда Христос пришел, и они его не приняли. Кто-то сообщил, сказали бы, к вам приедут такие люди, это наши люди, вы их принимите, накормите, напоите, проводите. Ну а писали бы не так. Сказали бы, приехали безбородые, курят они все. Ну а писал так, что совсем не похоже. И она увидела, нет, я таких знать не знаю. Я православное вижу по-другому. И вот они Христа таким показали, что когда пришел к своим, свои написанные не приняли его. Он не похож был на того, которого им проповедовали учителя израильские. Это первая глава Евангелия Теана говорит. 12-13 стихи. Пришел он не к филистимлянам, не к хананеям, пришел к евреям. Написано, к своим пришел. И свои не приняли. Я этот вопрос задаю православным. Скажите, почему его не приняли? Такой простой вопрос не могут ответить. Потому что его в народе описали таким, каким он не был Христос. А так Христос будет победителем римлян, мы свергнем ненавистное иго, коммунистов, фашистов, он будет такой-то, а он ничего этого не делает. Он будет на белом коне с саблей в руках, а вдруг на осленке не езжают на Иерусалим и ветки ему бросают пальмами в ветви. Он был не такой, каким показали его. И решали они, это не от Бога, он в субботу не чтит. Они за ним смотрели иерусалимские. Подглядывали. Колосье ученики растирают. В субботу не должно делать, а ты смотришь на это. А Господь говорит, а как в Ветхом Завете, когда Давыд бежал от Саула? И как взял хлебы предложение, которое никто не мог есть? Только священники. А Давыд не был священником и ел эти хлебы из алтаря. Там, скажем, антидоры, прослоры. Примерно как к нашим дням применить. Поэтому учение о Христе должно быть чистым. Если ты проповедуешь, а сам не знаешь, то ответ, куда ты их приведешь? Ну мы перед отъездом, я решил вызвать сестру, старшая сестра, которая по общине. Она всех знает. Я говорю, ты перепиши все адреса бабушек, больных, мы всех их посетим. То ли мы вернемся, то ли нет. А которые парализованные, болящие, давайте их посетим перед отъездом. Это наши молитвенники, они будут молиться за нас. Ну мы идем уже, посетили, когда идут две женщины издалека. Я говорю, это яговистки, свидетели Иеговы. Не в брюках, юбки у них есть, надеты шапочки. Дальше уже не православные, но в юбках были. И глянешь, они к нам направляют путь. А дальше начался разговор. Свидетели Иеговы. А они совершенно Писание не знают. Я говорю, Библия написана. Она стоит, это не Библия. Совсем новая книга написана, я Библию знаю. Я говорю, это не Библия. Это у вас так называемый всемирный новый перевод. Ну да. Ну так, ну да, там этого нет. Я считаю, а Троица вы не признаете. Христос есть Бог. Они эти места вычеркнули. Это не Библия, это выдуманное. Христос есть Бог и Сын Божий. А где вы видели, чтобы человек там начинает говорить? Это Троица. Учение непостижимое и тайное. Даже адвентисты седьмого дня сегодня признают Троицу. Это один из главных удивительных фактов в истории. Что если сектант отошел от православия, то они все глубже и глубже тонут. Новые и новые лжеучения. А эти не имеют учения о Троице, сейчас имеют настоящее учение. И слова употребляют единосущные и нераздельные. Их вообще этих слов нет в Библии. Прямо от православных берут. От адвентисты седьмого дня. Это одно из удивлений, которое я просто выношу на повестку. И люди, почему? Я им задаю вопрос. Они ответить не могут. Или кто-то за них сильно молился. Или что-то. Говорить о Христе. Я говорю, вы говорите о Христе? Да, а кто он? Ну, это вот человек такой был. На столбе вот так его повесили. Руки его... Они на кресте. Это свидетели Ивовы говорят. Да как же так? И написано, Симон Киринянин нес крест. Не столб. Крест нес. Я места Писания открываю. А он не Бог. Я открываю. И Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Так это он сказал. Павел говорит. Явился Господь сущий над всем Бог. Говорит о Христе. Я гляжу у них. Открыли. А места нету этих. Какой же это перевод? Вы просто выбросили. Там нету. Я открываю послание от Иоанна. Там написано. И три свидетельствуют на небе. Три. Свидетельствуют три. Слово три. Где? Они все вычеркнули. Это не Библия совсем. Это обман. Вы людей ведете. Ну, по крайней мере, они пить не будут. Пить не будут, а в аду будут. Вот. Почему вы их не... Если вы верите во Христа, почему вы их не ведете? Вон, баптисты. Икон у них нету. Мы уже готовы. Но вы для них, для баптистов даже никто. Даже для них никто. Почему? Потому что самые основные в вероучении постулаты отвергаются. И вот первое, когда собирались апостолы, они тщательно проверяли себя. Так ли верят? И вот пятнадцатая глава Деяния апостолов говорит. Апостолы собрались и вместе. И судили и так, и это. И тогда Иахов встал. Петр говорит. Меня предизбрал Бог. Он мне это открыл. Чтобы на язычников не налагали вот это бремя неудобно сеймое. Для вас достаточно не перечислять, чтобы не было блуда, не ели дала жертвы, не ели крови. Поступая так, здраво будете. Ничего больше. В другом месте он это скажет. Но этого на тот момент было достаточно, чтобы прекратить разделение. Евреи никак не могли понять, что язычники могут попасть на небо. Может где-то там, в другом месте, но не в огне, но не на небе же. И вдруг небо распахнулось для язычников. И когда Павел сказал, и Бог послал меня далеко к язычникам, они написано до этого места, слушали, а тут подняли пыль над головами, смерти предать его. Почему? Он богохульствовал, он богохульствует, а он не богохульствовал. Он сказал, что Господь Бог есть, Бог язычников и иудеев. Он удалил средостей и стену, стоящую между двумя народами. Удалил кровью своею распятием. Он взял грех на себя. Они не могут понять. И когда эти люди проповедовали ложно, апостол Павел в послании к фессалонизистам раскрывает этот вопрос широко. Приходят люди и от нашего имени говорят, что пришествие Христа уже было. Второе. И наводит на людей отчаяние. И апостол Павел этот вопрос отрешает. Он не приходил еще. Он придет, когда придет антихрист. И сядет в храме как Бог, выдавая себя за Бога. Это евреи в Иерусалиме. И весь мир будет покоряться Ему. И потом явится Христос. И верно будут вознесены на небо. А те, которые до Павла прошли, они учились совсем не так. Сегодня нам очень легко говорить об этом, потому что у нас есть Святая Библия. От корочки до корочки мы можем ее считать и иметь толкование святых отцов. И церковь в данном вопросе никогда по-другому не учила. Ну, были вопросы, в которых где-то были небольшие изменения. Территориальности, празднования Пасхи. То есть не касающиеся спасения. Ну, а Христе церковь никогда не учила, что Он не Бог. Церковь учила, что Он Бог. Восщелась и вешаешься через пресно Деву Марию. Принял плоть. Ну, а Павел говорит, как дети причастны плоти и крови. Дети, то есть мы верующие. Это и Он, Христос, воспринял Оное через Деву Марию. Дабы смертью Своей лишить силы имеющую державу смерти, то есть Дьявола. Это был последний уже этап разделения. Иудеи отвергли Павла. Кто считал Евангелие, Деяния апостолов, знает. 40 человек поклялись, заклялись. Не пить и не есть, пока его не зарежем. Это отношение, какое сейчас к верующим имеют мусульмане. Если мусульманин обратился, то живым его не выпускать. У него больше никак нет. Вот в Крыму сейчас пришли. Маленький, ну, ребенок может там лет 15. Его спрашивают, ну и как вы тут с русскими живете? Еще немного мы русских всех вырезать будем. Он 15-летний. Это печатают официально. Мы пришли нести мир, но не нож. Вложи вещи Свои в ножны. Господь сказал. Так они нас, христиан, всех вырежут. А Господь не сказал об этом заботиться. Он говорит, не бойтесь убивающих тела. Не бойтесь. Что вы за эту жизнешку трясете все время? Все равно ты умрешь. Таблетками не отбазаришься от Бога. А когда ты веришь в Бога и понимаешь, что эта короткая жизнь служит для вечности? Вспомнишь веру, надежду, любовь. А им там 8, 9, 11 лет. Их всех казнили. У них только жизнь начиналась. Они еще жизни не знали. И как они Адриану императору отвечали? Когда последний начинает казнить, она отвечает. А мы учились из одних книг. Это слово для нас должно быть. Мы учились от Святой Библии. Она нас научила быть мужественными. А убьют. Бог берет это на себя. Убьют или не убьют, от нас не зависит. Он дал нам право умирать, избирать. Умирать за Него. И блаженны, когда имя ваше пронесут. Блаженны, когда будут гнать вас, преследовать. Но только не бойтесь. Услышите о войнах, военных слухах, Украина. Не бойтесь. Доверьтесь мне. Это от Бога. Чтобы мы здесь пробудились от спящего состояния. От сна. Первые христиане приходили, ничего не имея. Ни одной книги. Может у кого-то от руки переписанное послание. А ты переписала хоть раз Новый Завет? Ты спаси сейчас. А чего переписывать? Я пойду, да и куплю его. А я его переписывал от руки. Несколько раз в тюрьме. Чтобы крупно было видеть, глаза-то слепнуты. Я его переписывал. А переписываешь, ты его и запоминаешь. То враги стали говорить, а ему знание Библии сатана дает. Сатана дает знание Библии. А ему Бог не дает знания, выходит. Я стал говорить каноны или святых отцов. В православном для них это очень важно. А это сатана ему дает знать святых отцов. Мы не должны говорить лишних слов. Знание дает Бог. Сатана ничего, кроме зла, разделения не может дать. И мы нигде этого не считаем, чтобы неверующие еретики проповедовали правильно. Нет, он не может. Ему не дано. А как дано? Он умер за нас. В стихотворении есть такое. И кровь свою пролил, страданием на кресте тебя он искупил. И вот это тебя должно лично мне принадлежать. Я должен поставить свое имя. Бог так возлюбил весь мир. Мир – это я. Всякий – это я. Это надо усвоить, присвоить. И Христос умер за весь мир, и я должен сказать «я». Это для язычников было самое ценное. Их за людей не считали, и вдруг за него умер Христос. Ему двери рая открыты. И поэтому раб, рабовладельческий строй, пытки, хозяева никакой роли уже не играют. Я буду со Христом. Как ты богато бы не жил, ты умрешь. Они смотрели на это ничтожное богатство своим. Бояр, дворян и так далее. Ну не другое. Там патриции назывались. Консулы. Смотрели как на приходящую тень. Быстро приходящую. Это нам пример. Мы должны, должны, просто обязаны вернуться в первоапостольское состояние. Не ссылаться, а вот жил спустя 15 лет такой. То есть он жил неправильно. Правильно мы возьмем во внимание. А это нужно нам. К этому Павел призывает. Чтобы мы взирали на тех, кто поступает по слову его. Верить во Христа, так как верили апостолы, это дает Дух Святой. По-другому это другой Дух научает. Судить нас Бог будет по слову своему. Евангелие от Иоанна 12, 48. Это определенно. Я первый раз, когда прочитал 52 года назад, у меня мысли все сразу исчезли. Я говорю, кого буду слушать-то, когда Бог меня будет судить по этому слову. За меня никто не заступится на суде Божьем. Сегодня я должен так войти в это Священное Писание, чтобы оно меня, судя, преобразовало в образ Христов. Все остальные вопросы, а как же родственники, дети, они не обратятся. По вере сил трудись. И не заботься. Кто любит отца или мать больше, чем меня, Господь говорит, не достоин меня. Ты делай, что он велит. А ответственность за поступок берет он. Да у меня дети не слушаются. Накажи. Писание говорит, не жалей розги. А они убегут, ювенальная юстиция, пожалуйста, в полицию меня посадят. Зачем ты это говоришь? На суде Божьем ювенальной юстиции не будет. Писание говорит. Писание, сатирирующий. А за что наказывать? Наказывать-то уже очень редко. Где-то он противление, там, просто безобразничает в доме. Развращай других. Ты отцовскую власть должен применить. И мать также. Ты потеряешь все, сынок. Нам за последствия наших правильных поступков не дано думать. Я выйду и объявлю. И вот Стефан вышел и объявил, а его побили камнями. И первых апостолов находили и убивали. Они могли спрятаться, не выходить. Могли, но награды никакой бы не было. Спас только самого себя. Хотя это тоже допускалось. Ну а ты хочешь, чтобы прийти не с пустыми руками? Веди свидетельство. Вера, слышание. И так было в Ветхом Завете. Так в Новом Завете. Вот мы сошлись. Мы едем с благовестием нынче. Мы прошли до Португалии. Везде оставляем книги. Евангелие. Это Господь позволяет. В Германии прошли Турцию. Мы в Турции 12 часов молились. В Турции там тысячи турок нас видели. Там ничто нам не мешало. Азербайджан, это мусульманские страны. В Чечню прошли. И они нуждаются в Боге. Мы много там не говорили. Нам пришлось молиться. Но молиться открыто. Мы кланились. Благодарили Бога. И они видели и фотографировали. А просто так это не проходит. Это было свидетельство. Потрясение. Как называют слово? Потрясение употребляю теперь только для молитвы. Нигде это слово не употребляю. Бог потрясает небо и землю. Если мы прийти хотим не бесплодными для Бога. Надо пересмотреть. А что я сегодня сделал? Не вчера. Павел говорит. Забывая заднее, вчерашнее простирается вперед. Да, мы прошли. Мы сделали. А какой результат? И сеют. Мы даем это сеем. Поливаем мы там и молимся об этом деле. Вторичный кто-то придет. И Павел говорит. Сеющий, поливающий ничто. Нуль. Может поливать и ничего не взойдет. Хозяйка знает. Бывает так? Бывает. Бывает. Это Бог все эти. И все во всем Бог. Он полагает на сердце человеку принять сказанные слова. Слушатели иные знают что-то о Боге. Есть которые вообще не верующие. Меня сегодня спрашивали. Ну как науку с религией. Я говорю. Религию Бог не оставлял. Он дал нам веру в себя. Религия это свод каких-то законов. Как правильно жить в любом месте, в любом народе бывает. Религия зовет к благочестию, к справедливой жизни. Но она не может звать ко Христу. У нее в обязанности это не поставлено. Религия буддистов, мусульман, хетов. Это все религии. А жизнь во Христе написано. Я есть в путь истинной жизни. Мы проповедуем, Павел говорит, Христа распятого не религию. Да мы религиозные люди в смысле благочестивые. Благочестие. А слово благочестие религиос. Благочестие это поступать по закону правильно, не причиняя зла и творя добро. По совести. После Библии на первом месте совесть. Через совесть Господь трогает душу. Вот язычники, которые о Христе не слышали, и правильно понимают почему. Павел говорит, совесть их то судит, то оправдывает. Он и живет где-то в джунглях. Но его Господь касается. И поэтому наука, которую называет ученая, она может только содействовать раскрытию законов Божьих, которые в человеке, которые в природе, в окружающем, что нас в земле и везде. Наука ничем больше заниматься не может. Она основывается на фактах. А факты это то, что Господь допускает. Вот мы болеем в другой раз. Говорят, вот там такая клиника в Израиле. А ты не знаешь, что вот это дерево, именно весною, именно соединение с травой, которая рядом растет, которую осенью надо собрать высушить, дает эффект больше, чем в израильском госпитале. А мы не знаем. Гиппократ не знал это. Все новое и новое соединение растений находит. Опытным путем, как порох. Он не думал, что селитра там взорвется и колба его разлетится. Мы опытным путем иногда приходим, как правильно обработать с людьми. А я бы вот так поступил. Я говорю, ты поступал? Нет. Поэтому помолчи. Да я бы показал. Ничего ты не покажешь. Просто размазанная по стенке грязь будет. Сиди тихо. Тебя не трогать пока. Зажмись. Молись. Если Господу угодно, он вас ставит. Я немножко прошел и скажу, сиди спокойно. Там кончают университеты, как нас сломать. Один будет бить, а другой по головке следователь гладит. И ты все расскажешь там. А я бы сделал. Ничего ты не сделаешь, если Господь покинет. Если Бог сделает, будут скаяться грешники. До начальника тюрьмы. Заключенные будут стоять с тобой на молении. Бог послал тебя, как в миссионерское путешествие по тюрьмам и лагерям. Это впереди. Оно рядом где-то. Постепенно люди охладевают. Вот это ИНН, что принимают сегодня карточки. Это не печать антихриста. Но это уже рядом. Вот мы едем. За машину надо платить. Дают квиток. Сколько километров проехали? До одного километра все высчитывают. А квиток не дадут. Радарной установки считывают. Ты зашел на эту платную дорогу. Сколько проехал? Шлагбаум закрытый. Ты никуда не пойдешь. Они знают кто. Она зарегистрировала на мне машина. Мы в Англии открывать визу пошли. Отпечатки пальцев сняли. Смотри туда. Глаза сфотографируют. Где-то. Это все для руководства человека. Бояться этого не надо. Бояться не надо. Но и не у вас где не надо. Скажи, я христианин. Такие были христиане, которые говорили. Нас будут допрашивать. Нам не ответить правильно. Давай будем отвечать на все. Я христианин. Эпиктет. И они со своим учеником. Как вас звать? Христианин. Да у вас своего имени нет. Мы как демоны какие. Они напишают. Я христианин. Но обоих казнили. И все. И они отбились. Они ничего не могли сделать. Христос на некоторые вопросы вообще не отвечал. Пилат говорит. Сколько против тебя? Говорят. Почему не отвечаешь? Вопросы не касались спасения. Когда касались, он ему ответил. Вот уже и пример. Мы о чем бы ни заговорили. Это все примеры для нас. И характер свой подводи к Писанию. Вчера не знал. Сегодня я знаю. От слов своих оправдаешься. От слов осудишься. От слов. При многой скорби приходит. При многой скорби. А скорби Господь допускает. Первые христиане хвалились страданиями. Апостол Павел говорит. Я многократно был в искушениях. В опасностях от лжебратьев. В опасностях в путешествии. Он не сидел на месте. В опасностях на дорогах. Почему? Это его награда. Неоднократно били меня. По 40 ударов без одного. Показывает, где все сбитое. Кожи сняты. Это награды. Будет вечность. Когда вот это земное существование прекратится. Там будет мука вечная. И радость вечная. А пострадать за Христа можно только здесь. Вот одно это уже говорит. Я не прошу страдания. Могу не вынести. Господи укрепи меня. Но и прятаться от страдания. Не рекомендуется. Так что это я никогда не нашу. Я рано или поздно найду. Ты можешь бежать в другой город. Разрешается. Но рано или поздно. Сузится эта сеть. Ты будешь там как рыбешка биться. Смело встань во весь рост. Как первые христиане. Стефан прямо им сказал. Кого из пороков не гнали отцы ваши? И они побили его камнями. Это был первомученик. Я представляю какой плащ написано сделали. Как они рыдали. Это южные народы. Как они поднимают руки. Как они жалеют его. Но никто не знал что на этой крови вырастет новый апостол. Павел Саул. Который хранял одежду. Стоял. От нас это сокрыто. Поэтому убиваться. Даже о самых добрых людях у нас. Погиб патриарх. Епископ. Другой. Не надо. День поплакал. Жалко. Расстались. Талант ушел. Но ты поблагодари Бога. Мы возвращаясь вот в это место второй раз. Больше мы никогда тут не будем. Мы уходим сейчас на Скандинавию. Если Господь благословит. На Скандинавию. Это четыре государства. Первое значит Дания. Это 850 километров только идти сейчас. Далее Осло. Норвегия. Стокгольм. И Стокгольме уже нам забронировали паром. В какое время мы должны там выезжать. В Хельсинки. В Финляндии. Там люди собираются уже. Все. К Англии готовились. По многих местах собирались люди. Люди желают услышать. А что у них книг нету? Книги есть. Но общение с человеком живым. Это другой вопрос. Тем более. Вот мы приехали в Португалию. Мы сейчас оттуда идем. В Лиссабона. У них книги наши там уже были. И перед дядя с Геннадием прошел рассказал. Нас там приняли. Служба от литургии. А к нам уже запивку выносят сюда. Просворы. Уже все. И сейчас только маленький тут крестный ход будет. И ты скажешь все слова. Прямо в храме тут же начинаешь говорить. Мы не знали никого. Это Бог так пролагает путь. Где искать это? Вот брат Николай ему Бог на сердце повернул. Повернуть в сторону машину. Повернули маленький отрожек тут. Сидят три старика. Мы остановились. Один с собакой. Разговорились. Не знают. Между собой они по-португальски. Один знает. Мы просим по телефону. Разрешите нам позвонить туда-то. Разговор произошел. И он соглашается нас вывезти к православному храму. Это стоит 20 евро. Мы отдали ему. И он у нас доехал маленько. Не доехал. Он не знал где. Зашел в полицию. Спросил прямо рядом совсем. Откозырял и поехал. Звать его Георгий. Джордж. Совершенно незнакомый. Но он отлично говорит по-английски. Четкая речь. И мы поняли друг друга. Это Бог делает так. А тут зашли мы. Как будто нас ждали. Люди со всех. Мы все это засняли. И как в храме. И выходит. И священник говорит. И мне представляет. Слово сразу говорит. И выходит староста и говорит. Вот люди которые приехали. Кто может еще положить. Устал с тарелкой. И 250 евро собрали тоже. Ну 250 для нас. Это не какие даже. У меня поехали за дорогу. Тадали. В Португалии мы их оставили эти деньги. Но главное. Мы увидели любовь. А почему приезжал туда отец Геннадий Фаст. Немец. Который в моем доме обратился. Из Менонита. Стал православным. И он нам все рассказывал. Как он пришел в моем доме. И они приняли меня. И наших братьев. Как его самого. Видите как все в жизни. Первые христиане. Они очень внимательно слушали. Кто говорит что. Как ходили. Как говорили. Учения сверяли. Правильно или неправильно было. Нам это легче. У нас толкование святых отцов. Вот они. Три тома стоят. У вас полное толкование Нового Завета с откровением. Поэтому. Говорить с людьми. Которые. Знают о Христе. Вы все христиане. Мы можем говорить только о благовестии. Как другим рассказать. Тут у нас опыт есть. Потому что мы. Много уже занимаемся. И по России. Только раздали. Там за сколько. За три года. Тридцать тысяч евангелий по домам. Мы их приобретаем. Покупаем. Обмениваем там. А потом людей собираем. Беседуем. Потом решили дальше. Это последняя наша поездка за границу. Потом. Переплыть. И в Прибалтику. А потом уже начинаем в России. Мы еще 120 мест должны посетить там. Города. Мы ночуем. Где попало в лесу. Чтобы вовремя успеть где-то. А брат. Учитель. Виктор Николаевич. Ему надо к сентябрю быть дома. А мы книги-то все заслали сюда. Сначала книги мы дарим. Это перед Богом. Поэтому. Я не спрашиваю кто как верит. Мы всех просим помолиться о нас когда мы поедем. Чтобы наш путь Бог управил. Вот сейчас нам пишут харизматы. Не православные там где-то. И все молятся. Мало того. Сейчас получился мир. Мусульманка. Жена Муллы молится. Чтобы путь наш был успешен. А это не так просто. Католики молятся. Католики молятся. Протестанты. И притом в разных странах Америки и Австралии везде. Что мы делаем. Дело конечно необычное. На себя самому взять это никак нельзя. Да ты просто не возьмешь. Не потянешь. Это невозможно. Но. Ну пока мы живы. Если какие-то против нас будут говорить слова. Их лучше с нами проверить. Мы ничего не имеем. Обладая всем. Так Господь сделал. Учение наше бескорыстное. Мы говорим о свидетельстве. Где собираются люди. Им рассказать. Ответить на вопросы. А что они не знают о Христе. О Христе знают. Но возникает много вопросов. Вот сидит сестра. И вчера у нее были вопросы. Мы первый раз с ней встретились. И расстались как близкие друзья. Мы договорились молиться друг о друге. Это сестры. Это мама. Видите как. Это Бог открывает. Первая встреча. Первые вопросы. Недоверие уходит. Потому что мы смертные. Это побуждает нас быть тише. А не так. Я знаю. Я докажу. Ничего мы не знаем как должно знать. Павел говорит. Мы смотрим как тусклое стекло. Задымленное. От счастья. Привременно. А тогда. Откроется как есть. Я познаю Христа. Как я им познан. И откроется. В одном месте написано. И тела наши будут. Подобно его. Тут толкование дать. А там написано. О. Возлюбленные. Сказать нечего просто. Вообразить страшно. Наши эти тлены. Стареющие тела. Будут нетленные. Ты. Бабушка. Ты на себя посмотри в зеркало-то. Ты же не такая была. И вдруг ты вернешься в тот юный возраст. Когда ты ликующая была. Когда все тебе улыбалось. И этого не будет. Болезнь. Старость уйдут навсегда. Какие мы счастливые. И во Христе нет ни мужеского пола ни женского. Это все можно теоретически. А вот умом. Вот это далеко. Не понять. Вот мне нравится. Вера. Где ум отсутствует Вера. Потому что. Ну. Вера. Ну как. Вот представить, что я улечу куда-то. Или моя душа улетит. Да. Ну. Верите? Все равно повернула. Хорошо. Вы верите, что мы сейчас сидим спокойно. И дом наше землетрясение не трясет. Верите? Ну. Почему? Ну я знаю, что земля вертится. Что мы движемся. Ну это я все знаю. Но вот насчет своей души. Вот. Но у меня нет. Вот я умерла. Моя душа улетела. После смерти. Больше. Она улетела, да? Ну вот трудно представить, что она где-то. Ну. Ну живая. Ну вот. Я например. Как апостол Павел знал и говорит. Не приходило на сердце человека. Когда она еще с тобой. И на ум. Не приходило. Человек этого не видел. Это тот опыт, которого у нас нету. И с этим надо просто согласиться. Так вот. Я соглашаюсь, да? Да. Это я соглашаюсь вот так. А ну. Ну и хорошо. Что не представляете. Святые запрещают мышцы. Иначе на этом сатана поймает. Он тебе покажет что-то. Я верю. Написано не понимая, а верю. Мы называемся не понимающие, а верующие. Да. Ну я знаю. Я верю. И все. Я тоже не понимаю, как это. Ну вот. Я это все от себя гоню. Зачем понимать, когда Господь говорит, ангела пошлю. Надо принимать так. Да. Возьмет душу и отнесет. На Луна Авраама, как считаем мы про Лазаря. Написано, ангела отнесли. А как отнесли? Почему я там не удивляюсь, а себе удивляться должен нисколько? Это один миг. Только мигнуть. Вот у меня вопрос такой. Вот мы верим в Бога. Иисус Христос. Мусульмане у них Аллах. Да. Там будет Будда. А вот у евреев кто? Бог Иегова, в которого мы верим. Один и тот же Бог. У евреев? У евреев. Тот же самый Бог. Иегова, в которого мы верим. И который послал на землю Сына Своего Иисуса Христа. Который является старым Иисус Христа. Ну я знаю, что они Христа не признают в евреях. Это второе. Они не признают Его как Мессию. Который обещан. Которая Дева Мария. Они Его ждут. Но они Его и предали. Придали. Но они говорят, что это не Он. Они Его не узнали. Я в старом начале сказал. А когда придет Антихрист, они Его привыкли. Не все. А часто. Да. А некоторые привыкли. И евреи верят. У нас ветхий-то завет. Но сейчас много евреев перешло в христианство, в православие. Упоминали четыре историка. Это Иосиф Плавик в первую очередь. Плини младший. Святой. Они упоминали о нем. И говорили. Есть такие люди, которые на заре славят Бога. Которые говорят о них кто-то. И был такой чудотворец. Это историки римские. И они говорят. Был Христос. А то и историки не говорят. Говорят. Но это все было сокрыто. От нас многое скрывают. Вот говорят. Откуда вы знаете, что в Библии написано правильно? А оттуда что манускрипты найдены. На трухе написаны. Это был не такой один Константин Пишендорф. Для немцев понятно, что чья фамилия это. И он исследовал на Синайском полуострове. И когда был в монастыре Святой Екатерина. Он спросил. А у вас нет какие-нибудь вукописи? Они говорят. Ничего нету. А была зима. Он сидел у печки. Руки грел. Голову повернул. Смотрит. А монахы где-то черные полени кидают в печь. Он бросился и вырвал этот манускрипт. Относящийся к четвертому веку. Ему цены нету. Его за 500 тысяч советское правительство продаст Англия на британском музее сегодня. Движимый инстинктом исследователя. И потом этот он подарит русскому правительству. Откуда наше Евангелие? Это переписано с Синайского манускрипта. Манускрипт это от руки написаны. На телящей коже там или на чем. Так что точность перевода это уже доказано. Религия это страшная вещь. Она объединяет. Она разъединяет. Она враждует. Это вообще очень... Она на ней. На основании ее неправильного понимания. Это все. Вот посмотри сейчас что на Украине творится. Да. И православные. Православные. И друг друга убивают. И вообще... Православные нужно все-таки в Библию заглядывать. Вот здесь вот в интернете стоят три ролика. Ролики, знаешь, это маленькое кино как бы. Я беседую с одним семинаристом. Николай Леонов. Это был очень известный такой. Он закончил семинарию. В Румынии дальше учился. И такая есть борьба. Кикбоксинг. Он был чемпион мира. И мы с ним беседуем. И это все в интернете. Я ему говорю, воевать не надо. Мы христиане. Мы мирные люди. А он говорит, надо. Я говорю, и ты погибнешь на этом? И сейчас, говорят, его застрелили. Это все выставлено в интернете. Я с ним беседую с живым. И тоже показывают, что уже хоронят. Я нынешне с ним беседовал. В этом году. Дьяволу отправился. Вы в феврале обеседовали. Он погиб в войне. Ну, кому отправился, это Бог знает. Он священник. Как он погиб. Говорят, отправился дьяволу, вот говорят здесь. Мы этого не знаем. Он спасал людей раненых. Да, он спасал людей. Он спасал. И там эту медицинскую машину все расстреляли. Вот и другое дело. Он раненых спасал. Это другое дело. Это положить душу за ближних своих. Поэтому он может спасать. Конечно. Она подумала, что войны. Он спасал. Дороже этого ничего нет. Это Господь нас спасал. И жизнь отдал. Он сопровождал вот этот КАМАЗ, который вы стреляли в Аропарту. Да. И главное, мои ролики-то сохранились. И теперь на основании их соединяет и показывает. Говорено было. Говорено. Не слушал. Он был живой. Туда не пошел. Но тогда бы он никого не спасал. Но он пошел. Он сам руки может не брать. Он пошел спасать раненых, которые погибали в крови и стекали. Но шел самарянин, бьет из раненой при дороге. Он как самарянин добрый пошел. Но наш это беседа какую-то роль сыграл. Он не с оружием в руках был-то. Вот именно. Мы должны все-таки признать это, что это не безрезультатный наш разговор-то был-то. Да он сейчас в интернете. Сейчас Николай, Николай. Ничего не здесь. Только мои ролики остались с ним. И там, где он сам выступает, рэп этот поет. А какая переписка еще у вас на форуме была большая с фотографиями? О-о-о. Там очень много на форуме переписок. Да. О нем очень много узнала, когда вы начали с ним общаться. Он не про Петровска. Он сам вышел. Он в это время в Румынии был. В Румынии, да. Он учился, наверное, как наш батюшка. Он должен, по-моему, потом в Германию поехать был. Мы с ним беседовали. А познакомились на форуме еще. Да, да. На форуме. Семинаристы сфотографировались. А потом уже в видеоролики пошли. Сначала у вас переписка. У меня там о Филарете спрашивают. Филарета, я бы не пошел к Филарету причащаться к нему. Я так настроен, что подчиняюсь решениям Синода Православной Церкви. Но говорить о людях, которые идут у патриарха Филарета Денисенко там причащаются, и это недействительно, этого я сказать не могу. В основном я могу сказать, что его отлучили, его предали анафеме. Но надо было согласиться, ты же был митрополитом киевским, патриархией московской и поднялся против всех. Выходит, тебе веруку полагали. Почему? А не законно. Ну это можно было законным путем как-то. Но не так, что я их там предаю или что-то. У вас была большая беседа о казачестве? О казачестве. Да у меня много там какие-то беседы. Казаки. Я говорю, вы как цыгане. Никакой веры там нету. Я вот сейчас встречался с ними, он казак. Молодой, избрали уже атаманом. Я говорю, тебе это зачем? Его Димитрия звать. Митя. Ты первый погибнешь там. Вы ничего не сделаете. Вы просто, как говорится, кашкадабы. Вы ничего не можете делать. Какие казаки? Ну пройти, промаршировать, лампасы надеть. Да какая-то сила-то. Вот сейчас только телефон ко рту поднесут мусульмане в Крыму. И они сегодня могут 20 тысяч выстрелить бойцов в один день. Почему? Потому что они молятся, намаз совершают пять дней. У них все под контролем. А у нас пять мужиков не соберешься, один пришел. Ну двое. Четвертый. Не, один пришел всего. Никого не назовешься. У них только сказали. У нас кто-то был, говорит, в Дубае был, но там большие эти мечети. Десяти тысяч человек. Это огромное занятие. Все туристы зашли и никого нет. Он говорит, а как большое такое, люди где у вас бывают. Он говорит, а у нас намаз через час только будет. Намаз молитву это. Через час тортутся негде. Полный храм. Полная, как это, мечеть. И у нас, говорит, колокол бьют. Это не Гомин и Кирилл Сахаров пишут-то. И он где-то в низине, его едва слышно колокол. А что? Бум-бум, ничего нету. Мула залез на минарет. Голос зычный раздается до самой долины. И он оттуда кричит, о правоверные, лучше Бога Аллаху молиться, чем спать. Вставайте, царство небесное, лишитесь. Это слова. Это не бум-бум. Потому они где захватили, запретили звонить колокола. Батюшка не пойдет кричать туда. Он будет колодить мертвый металл. И вот видите, видишь, шлема, колокол, вот эта голова, в которой бьют, это язык, он так называется, язык. А чего толку-то, ни одного слова. Амула читает суры, аяты из священной книги Корана. И он призывает людей к молитве. Наши раньше было, приехали с Ташкента. И говорит, я тороплюсь, говорит, на аэродром. И вдруг автобус встал. Я говорю, и что стоит? Он говорит, это в окно-то глянь. Я говорю, смотрю, шофер там постелил какой-то. И молится на этом платке там или на чем-то у него. Постелка-то. И долго он будет. А тебя никто не спрашивает. Так а чего такого шофера держат? Там больше некого. Он помолился, почему ему время пришло. Он опять сел за руль и опять певел машину. Мы едем, мы дорогой останавливаемся, мы сами расстилаем, босиком, встанемся, на молитву молимся. Мы православные. Рядом мусульмане. Мы дороги едем, молимся. И где мусульмане молятся, мы знаем, нас никто не тронет. Они любят, когда люди молятся. Они так, мусульмане, они только голову режут. Мы заблудились, не знаем где. Навигатор не работает. И вдруг один едет. Заблудились, заблудились. Езжайте за мной. И он ехал туда, повернул в другую сторону, нас вел, пока не вывел далеко за город. Подошел. Я мусульманин. Мы Богу молимся. Мы показали. У меня отец также молится. Меня Ахмат звать. Ну, что мы на него проклятие призывать будем? Мы говорим, да благослови тебя Господь. Конечно, зачем? Мы Аллаху молимся. А вы молитесь Христу, это все равно. Богу молитесь. Молодой, лет тридцать. Координации есть, хорошие люди есть. В Чищу поехали. Нам говорят, не ездить. Нам только головы режут. А мы поехали туда. В центральной национальной гриботеке. В Виктор вышел. Там мусульмане идут. Молодые ребятишки. Ребята. Он им дает визитку, они ему свою рассказывают, показывают. Нас встречают, как будто мы живем с ними вместе. На нас не срабатывает то, что говорят. Они говорят правильно нам люди. Но мы молимся, а нас молятся. И Бог им открывает глаза. Да. Да. По паруси такими, которые... У меня на днях было, я встретился... Это по паруси, она такой, которая голову режет, они и посмотрели, что вы молитесь. Да. Недавно встретил молодого мужчину, немца. И он как ближе. Я говорю, вот сейчас коснется война, как при Гитлере-то. И пошлют вас в Россию. Ты будешь убивать русских? Он говорит, да, конечно, да. Буду. Мы не пойдем. Поэтому мы родные братья с тобою. Нас нельзя послать. Нас убить можно. Я не пойду в Германию воевать. Но не по возрасту, а по разуму. У нас все одинаково. Мы это все понимаем. Мы верующие. Я не пойду, как Наполеон, в Россию, во Францию воевать. А зачем идти-то? Он пришел, 600 тысяч погубил там и ушел ни с чем. По всей стране разбросанной шарами. В Украине идет эта война. Уже Кирилл сколько молится, как показывает православный канал. Кирилл вчера вечером целый час сидел. Мы все молимся об Украине каждый день. Обвиняют Путина. Путин хуже фашиста. Я не имею права судить, говорить. Я могу о нем только молиться, чтобы он поступал правильно. Какая моя вина? Мне написано молиться за царей, за начальствующих. Я не могу против Англии Меркель молиться. Я только молюсь за нее. Господи, дай доброго умашнему народу нормально было жить, не препятствую молиться. Нам Бог не заповедовал тут наводить порядок. А сказал молитесь. Да, да. И ничего, сколько же люди там страдают. Вы в этот раз не говорите, как Вас встретились здесь? Где? Ну, в Германии. Хорошо. Ну, в Германии-то мы встретились. Сначала заехали к нашим, к своим. Моя племянница. И там моя сестра приехала. Там встретились, поцелуи, объятия. А здесь приехали тоже. А полиция? Полиция как? Да, полиция. Где? Про полицию. Не останавливается. Полиция была в прошлом году. Ну вот. Нас остановили. В этом году не взяли. Так я думаю, не прошу. И мы что-то не так поехали. Они остановили. Но это не полиция была. Таможня. 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 Так мы с ними сфотографировались. Там написали письмо по-русски, потом на бланке на немецком. И послали ему в управление, чтобы этих ребят, говорим, отметили, как они хорошо делали. Они не привязывались к нам. Мы послали благодарность в Германию сюда, где-то недалекое, что с нами так они обошлись. Они нам показали дорогу, куда к Валентине ехать. Но с ней созвонились, и мы приехали. Но сюда в Германию вас просто пропускают без всякого? Без всяких. Потому что Шенгенская зона. Это сколько там, может, 20 государств? 25. 25 государств. Вот едем в Франции, Испании, Португалии, Греции. В одно государство, если вошел, то можно везде ездить. Границ нету никаких. Но у вас уже какая-то бумага есть? В паспорте виза. Виза. А в Англии нельзя. В Англии там надо отдельно снимать. И там очень долго. И большую берут сумму. И не открыли, деньги не возвращаются. Но мы увидели, что в этом перс божий. Иначе мы просто не успевали. Сегодня 20-е, а мы только подъехали. А у меня открытие с 10-го. Англия задержала, паспорта не отдавала, и мы не могли въехать. Мы без паспорта оказались. Без паспорта. За все, слава Богу. Но главное, что в английском посольстве я подарил консулу книги. И кто там помогал, ему подарили. То есть мы не могли бы этого сделать-то. Кто с улицы? Там милиция, там не подойдешь. В Москве. А нас пропустили. В плотную. И мы там все везде подарили. Немцы открыли нам визу. Так я поехал в Новосибирск. Их консульство нашли. И я им подарил книги консулу немецкому. Надпись сделал за его такую хорошую книгу. Консул-то. Да кто не знает. Мы его не видели. Мы еще просто передали. Секретарю я написал, они подошли. 38 книг написал и издал. Вот они у меня там стоят. Ну про книги скажите. Книги молитвные вы подарили или какое? Я подарил. Вот стоит. Новый завет толкований для Слова Божьего нету. Вот три книги. Новый завет весь с откровением, с толкованием. Там 240 иллюстраций Гюстава Доре. Покажи. Вот эти книги видели в библиотеке у Путина в Москве. Да? Да. Патриарху Кириллу. Мы раскрасили картины и иллюстрации картины. Вот они. Посмотрите какие чудесные картины. Это Гюстав Доре. Ну понятно, что это не русский, а француз. Он черно-белый. А мы его сделали, видите каким? Цветными. Посмотрите. Вот новый завет с толкованием. Да. Вот три большие книги. Это Господь позволил мне выпустить. Книги эти. Посмотрите какие картины. Вот Хайн приносит жертву. Вот он убил Хайн Амеля. Да. Какие картины? Какие картины? Да. Матвейные. Все понимали одинаково. Матвей 27. Это у меня есть. Не большая Библия. Палься не муслить. Палься не муслить. Большая Библия не муслить. Вот видите там. Хорошие. Видите какие красочные. Это мы раскрасили. Да. Электронные версии. Несколько человек год делали. Это Густав Дере. Кто Густав Дере? Я не знаю такого. Не знаешь такого. Это лучший иллюстратор Библии. Француз. А ну. Француз. Это 180 лет назад было. Это на дерево вырезали. Это было даже непонятно. На дереве. Гравюры. Гравюры. Это же надо так вырезать, чтобы все вот эти цвета. А дерево же оно не разложилось. У меня в стихотворении написано Гюстав Дере даже. У меня в книгах 3467 стихотворений мои. Я одно Гюстав Дере посвятил. Как он рисовал. Как это видел. Как ему открыто было. Так это только 3 книги из 38 изданных книг. Да. И мы 38 книг это 750 евро. Мы в каждой библиотеке дарим. Вот сейчас я для Амгели оставил 4 комплекта. Ну у нас же на 750. Даже для живущих вас. У вас понятно. Но это полцены наших книг. После. А это до 50 лет. Это как уже ну. Уже. Ну понятно, что Дух Святой сошел. Вот. Посмотри как красочно. А первые я книги привозила не иллюстрированные. Да. Там точно такие же картины, только они черно-белые. Степану убивают камнями. Это я тоже читала. Степан. А вот этого исцелил. Кромового исцелил он. Ага. Хромой стал. И все это подписано. Откуда, какая глава, какой стих. Да, в Библии это все есть. Конечно. Есть Новый Совет и Странсовет. Большая, толстая. И Ветхий Завет. Он там есть Ветхий Завет и иллюстрации. Детский Новый Совет у меня есть. Детские Библии. И вот здесь я даю 297 комментариев на места, где надо попробовать. Но детскую Библию назвать нельзя, а это как бы. Детские, это другое. Эти книги мы подарили, сейчас ехали в Португалии, подарили их в Турции, в Азербайджане, в Чечне, в библиотеке. В библиотеке полный комплект. У меня на все бумаги есть. Они сейчас ставят. Да, да. Я трудился над этим. И мне очень радостно отдавать. Здесь только его комментарии. А здесь Библия, а толкование Филакта Болгарского. Нельзя сказать, что это все им написано. Одиннадцатого века он берет. Одиннадцатый век. Но это тоже большой труд, чтобы это все забрать. За две тысячи лет впервые вышел полный комплект с откровением толкования. Одно это говорит что-то. Это невероятно большой труд. Сказали, какими закладами света российского плана. В своей голове это не представляю. Выделены главные места, даются комментарии. Тут где-то 8 параметров, которых нигде нет. И когда мы это сделали, вот теперь мы по всему миру дарим везде. Чтобы люди знали Бога. Я в пятьдесят лет отдал интеллекта непрерывно участь. Девять лет сидел на дознании книг. Я уже знаю. Да, это раньше. Дар можно положить, да? От книги. Хорошо. Ну вот хорошо, что вы пришли. Маленько побыли, пообщались. А что, молодых-то нет у вас никого? Или не идут? Да, приглашала, молодых не пошли. Что-то пообещали, но не пришли. Тут и перевозчики были бы, могли быть немцы. Ну, немцев у меня нет знакомых, которые могли прийти и послушать. Ну, вот русскоязычные немцы. Вот, Игнатий Тихонович, вот у меня вопрос. Как вы думаете, почему мужчин мало приходит? Куда? У мусульман все храмы забиты мужчинам. А у нас почему мало? У нас молитвы нету. Только один ответ. Молитвы нету. У мусульман, потому что у вас снова поставили ежедневно пятикратный намаз. Намаз, молитва. Ну. Вот и все. У них такие же люди. И русские попадают, принимают. Он также будет ходить и все выполнять. Потому что у мусульманах хозяева мужики, а у русских бабы. Ну, да, хозяева. Да, да. А почему мусульман не знали себя такими? А у русских бабы нет? А почему мужики отдали свою бабу? А почему мусульмане не отдали? Мусульмане не отдали свою... Учат, потому что ее кучат. Ну да. Учат. Там детство. Понимаешь, там с детства это все не впитывается. А у нас же нет этого. В школе раньше вообще об этом речи не было. Ну ладно, об этом речи не было. Ну ладно, об этом речи не было. Значит, в магазинку найдешь. Кто там в школе учил? Ну ничего страшного. Ну что, ладно тогда мы поговорим Бога. Хорошо, спасибо за... Давайте. Ты, по-моему. ...понимание. Сознавший Господь, помилуй меня. Что? Прошу сидеть. Прошу сидеть. Хорошо сидеть, да? В Германии. Ближе к границе Германии. Да, сто километров от Саарбургина. Да, от Саарбургина сто километров. А русские тоже верующие или разные живут? Ну как, у нас приходят там французы, украинцев тоже много, студентки. Румыны. Ну, у вас там церковь или приход, или что там? Ну, у нас маленькая комната, они снимают при католической церкви. А кто батюшка-то? Батюшка француз, вот он приходил встречаться с Игнатем Тиховичем. А, батюшка француз? Да, с переводчиком. Но они православные или как? Православные. Православные? Ну, зависит от Константинополя. Да, но есть и католики, по-моему, французы, да? На дороге. Да, да. Там разные есть, да? Ну, и Румынская есть, но мы туда не ходим. Ольга говорит, пусть хранит вас Господь в дороге. Да, слава Иисусу. Еще одного ходатая нашли. А кто вы? На кто вы мушка? Какой это? Я? Дочерь, да? Меня Володя зовут. Я не муж, я, как сказать. Да, не видно, что видно было, как похоже. Она увидела, с кем разговаривали. Я как-то друг у тети Вали. У тети Вали дочка Катарина. А я ее, как сказать. Вы видите себя вот где? Голову маленько пониже. Да, да, я вижу. Ну, ну, ну. А я ее друг. Мы тут в Заннаберге вместе живем, это самая. Ну, как сказать, познакомились? Ну, давно уже мы познакомились. Какая-то там из них. Я развелся со своей женой. Здесь, в Германии. С ней познакомился. Мы должны твердо знать свою веру. И людям преподнести ее. А она не будет слушать. Вы тоже в приход ходите, да? По Валентину? Я редко хожу, а Катя часто ходит. Он вообще не ходит. Я редко хожу, а Катя ходит. Он не ходит. Я вопрос задала, почему мужчины не ходят? А, это вы задали. Я задала вопрос, почему мужчины не ходят в церковь. А потому что мы детей рожаем, сыновей, кто воспитывает? Мамы. Ну, нет, это не факт, видишь. А мамы иногда бывают вообще неверующие. Нет, ну... А я не знаю, почему вообще. А почему вот вообще? Вы не ходите в церковь. Я не знаю. Вы думаете, что это не так серьезно? Нет, почему? Мы в душе верим. Мы в душе с Богом. В душе? Всегда. В душе? Нет, не в душе. В душе. Вот мы с Николаем вместе крестились. Вот если бы ты работал, тебе бы сказали. А какого числа у нас было крещение? Одиннадцатого. Одиннадцатого. Все-таки правильно у меня. Я, когда молюсь, и там стоит это «Благодарю тебя, Господи, за тот день», 11 июля, а мне исправила мама на 12 июля. Значит, я правильно молилась. Одиннадцатого. Одиннадцатого. Двенадцатого. 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 А мужчин у вас много ходят в церковь с вами? Ну... Ну, меньше, чем женщин. Меньше. Ну, так же, как у нас. У нас вот в приходе очень мало. У нас прям катастрофа. У нас катастрофы мало. Не хватает мужчин. Мы, видишь, мы женщины, нам нужен этот. А мы, мужчин, тоже без мужчин. Путевые. Порядок. Мы не путевые без мужчин. Ну, почему? Потому что все, они полноценные. А потому что полноты нету. Полноты нету. Ну, нет. Иракия. 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 У меня мечеть находится. Сто метров мечеть у меня. Ну, тут квартала Сульмана много во Франции. И каждую пятницу мужчины и молодые идут в эти джалеба, в них платье такое белое. А, да, да, да. Идут, и машины ставят, там все запомнил. И вот смотри, думаю, у нас почему храмы пустыли. Ну, да, это сложный вопрос, конечно. У католики, у них только старенькие ходят, пожилые. А в католике тоже в Германии. Зато у мужчин порядок в семье больше. А у кого? У мусульман? У мусульман. У них нет больше порядка в семье. У них иерархия идёт. У них ревностные люди. Ну, да. У нас тоже есть, но он не соблюдается просто. Ну, как-то же это ревности им даётся? Каким? По молитве? Ну, по молитве. Может, у них в странах не было революции, вот как у нас за 200 пришли и всё, и всё. Потому что молятся много. Это может быть, это да. У них не было, но грубкого жили в это несохранение. Это может быть большое. Саудовская Рания ещё встает. Большую роль играет. Я тоже думаю, что… Нет, это как оправдание. Это не оправдание, это просто констатация факта, что действительно так. И русские вообще, они не дружные сами по себе. Хоть где. Да, да, они дружные. Хоть где. И редко, вот, допустим, вот хорошо вот верующие, они вместе, вместе. А вот сейчас у нас, например, попробуйте русские простые, которые, это самое, что-то с ними кашу сварить какую-то, что-то бесполезно. У вас с ним. Каждый сам, и у вас тоже так же. Каждый сам по себе. Хотя, впрочем… А, хотя вот, для сравнения, мусульмане, да, вот они и дружные. Они, наверное, и общаются вместе, и у них, как сказать, и праздники вместе, и у них… Какая-то есть у них вот сила, которой нет вот у русских. У них… Вот это отец таким… А покажите здесь… Это у нас сестра, она с 3 детишками приезжала. А это да, это вот… Это вот… Вот это Маша, это вот Катина дочка. А это Света, это Танина, это Таня, это Света. А где Катя сама? Вот. Катя, вот она. Я вот. А вот это моя дочка. Наклонись. Ты видишь, Жанн? Жанн, это моя дочка. Она даже вот на форуме у мамы стоит, мы там сидим вместе. А я видела там. Это мы крестились в этот день, и я крестилась тоже. Это потеряю. И Николай тоже в этот день крестился. Николай, который с нами едет. И дальше, вот это расскажи, кто. На следующей странице вот еще снимали. Ну да. А, да, Света и дочка. Нет, это Света. Это моя дочка, это племянница моя. Жанна, Жанна, а этой дочке вот мама. Таня, иди посмотри. Это Таня вот. Вторая моя дочка. Иди сюда, посмотри, познакомься с Жанной. Подойди. Вот это моя дочка вторая, Таня. Это вот старшая, это тетя Валя. А мы, ты видела, фотографии вставляла. Тетя Валя, это дочка старшая. Таня, ну иди. Вот как, пожалуйста. Ну я, мамина дочка вторая. Сколько уж можно. Вниз. Она стеснительная. Она старшая, но стеснительная. Ну это бывает, это с возрастом пройдет. Будет лет пятьдесят. А, Таня, я же хотела кухню тебе отдать. А вы праздники как отмечаете у себя? И что? У нас в семье. Нет. Значит, я была правильной. У вас дети есть? Ну да. Я с родителями почему? Я двадцать три года. А, с родителями? Да, я студентка учусь. А, с родителями? Да, ну как мама из Белоруссии, а папа француз. А что, Фроинда нету что ли? Нет, короче. А что тут такого? Фроин что-то будущий муж. Я говорю, что замужем или нет? А то есть у вас там мужчин верующих русских мало таких, которые вот приходят? Нет. У нас один мальчик француз в монастырь собирается. В монастырь ходит? Валентина. Вот видите. Опять мужчины. Пропала Франция, раз он в монастырь собирается. У нас русские верующие. Ага. Мужчины? Нет, у нас нет. У них русские муж есть в Мельцахе. Есть в Мельцахе, но в церковь не ходят. А в церковь не ходят? Да, только дети, женщины и дети. А, ну вот это. И у нас тут тоже есть вот судок с православным. Ну а кто там ходит из мужчин? Ну а в Валентин, получается? Да, ну мужья уже там не ходят. А она в Франции этот верующий не станет. Да. А русско с мужем французом тоже кто ходит? И он начал приняло. Я вас нахожу. Ну а что я не считаю? Позорваюсь. Ой, сейчас на всю громкость включу. Да, да, да. А как зовут? Мама Васю? Инна. Инна? Да. А, вы из Белоруссии, да? А? Вы из Белоруссии родились? Да. Ладно. Ой. Вы из Белоруссии? Она. Все, все. Что-то все заглохло. Ладно. Обращается. Давайте. Ага. Не по... Все, остановился. Ну вот петварь сейчас направим. Ну, посехать с носом. Ну, мы нокаемся туда-сюда. Аливерсия.